Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Рязанцы снимут полнометражный фильм о полярниках. Такую заявку они подали в Министерство культуры России и получили федеральные субсидии. В картина «Архипелаг» вошла в список из 39 фильмов наравне с лентами Андрея Кончаловского, Валерия Гайгерманики и Юрия Быкова. Сегодня у нас в гостях сценарист фильма Светлана Саликова и режиссер Михаил Малахов. Здравствуйте! Расскажите, как вы познакомились? Мы познакомились в Рязани, в Рязанском музее путешественников, где я работаю. И, конечно, мы не могли не познакомиться, потому что закончили один институт, Всероссийский государственный институт кинематографии. И у в ГИКовцев есть принцип свойского отношения к выпускникам. То есть, где бы мы ни встретились, в Рязани, в Африке, в Новосибирске, выпускник института кинематографии всегда подружится, поможет. Тем более, в Рязани не так много выпускников института кинематографии, чтобы... Вообще нужно поискать. Мы не могли не познакомиться в общем. Двоих. Да. Как родилась идея создания общего фильма? Ведь это такое необычное приключение. Это был наш первый совместный проект, потому что до этого у меня нет реализованных, не было реализованных сценариев. Я писала книги, в том числе и кино. Но по своей специальности я драматург, кинодраматург. Поэтому, познакомившись с кинорежиссером, мы подумали о том, что можно попробовать сделать совместный проект. Начали разрабатывать идеи, думать. И поняли о том, что есть такая позитивная тема – полярные приключения русских ученых. И выбрали ее. Вы же сами связаны с полярниками. Ну да, тем более, это было в рамках проекта, который к этому моменту уже завершился. Мы назвали его «Полярный меридиан», «Дуга» меридиана Свальбард. И он включал в себя как экспедиции, так и, собственно, и съемки. И фото, соответственно, сделали фотоальбом. Но есть еще и документальный фильм об этой экспедиции, о том, что мы там делали. Ну вот, будучи в экспедиции, родилась идея. А почему бы не сделать? Потому что история настолько увлекательна. А почему бы не сделать большое кино, художественный фильм? Ну вот, идея родилась, и постепенно она стала воплощаться. Сразу появились хорошие, прекрасные люди. Самые хорошие. Сотрудники. Да, кинодраматург Эмиль Бороденский говорит о том, что о судьбе каждого человека можно снять полнометражный фильм. И, исходя из этой теории его, которую, на самом деле, показывает мой опыт, это правда. Действительно, о каждом человеке можно снять фильм. Стали изучать биографии участников экспедиции начала XX века. Нужно сказать несколько слов о том, что это было за экспедиция. Все дело в том, что в конце XIX века люди озадачились составлением точных географических карт. Это было невозможно, потому что не знали еще точной формы Земли. И какой формы Земля. Существовала теория, выдвинутая Ньютоном. И для того, чтобы ее доказать, в приполярные районы отправилась международная российско-шведская экспедиция. И вот люди производили геодезические измерения. Потом сложные расчеты математические делали для того, чтобы доказать, что Земля имеет форму геоида. И это правильное название нашей планеты. Научная. То есть не эллипс, как учат в школе. Не эллипс, а именно геоид. Это специальная. Они очень похожи, но правильно по форме. Правильное научное название – геоид. Это было доказано экспедиция. Это экспедиция, да. И мало того, что они несколько лет находились на Шпицбергене, делая замеры. По льду, по трещинам, по опасности, в холоде они ходили, работали. Среди белых медведей. Среди белых медведей. А потом еще около 20 лет расшифровывали. Там нужно сказать, что еще вмешалась война. Потому что он жил в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. И подвергся эвакуации. Все эти расчеты за собой вынес в чемодане. И у него была такая особенность, что он на Шпицбергене настолько сильно простыл, что стал терять слух. То есть он еще и в такой изоляции звуковой находился, когда делал. В общем, такой человек. Не Оглов, но... Мне кажется, как Циолковский. Что-то общее есть, когда ты в своем мире этим занимаешься вещами. Светлана, вам Михаил помогал или мешал? Он все-таки достаточно много тоже знает о полярниках. Как у вас творческий контакт сложился? Мучительно. Ну, конечно, мучительно. Мучительно. Как у кого-то другого. Все мучительно. Ну, у нас у каждого есть свое дело. Потому что кинодраматургия и кинорежиссура, они родственные, но совершенно противоположные. Кинодраматург говорит, что происходит. А режиссер говорит, как происходит. Поэтому до запуска – это работа драматурга. После запуска – это уже ребенок режиссера. Мы сразу старались как-то общаться. Старались. Старались друг друга слушать, уважать. Михаил, вы же сами прошли этот маршрут, который будут проходить герои вашего фильма. Это поможет вам работать с актерами? Или наоборот, как-то уже, не знаю, свой опыт сложнее передать? Вот можно с уверенностью заявить, что да, я знаю, что хочу от актеров. Именно когда они будут вот в этой части, да, то есть экспедиционной. Потому что на самом деле история будет не только вот пошли и весь фильм идут. Тогда никому не интересно. Реки-реки, горы-горы. Ну, и в дневниках главного героя. И без вымысла-то художественно все равно. И как не обойтись без интриги. Потому что будет неинтересно. Потому что, ну, такой вот без вымысла документальная часть, документальную историю, вот мы зафиксировали. На камеры подняли архивы и в документальном фильме отобразили. Вот. А теперь немножко нужно драмы придать. Ну, вот про уверенность Михаил сказал. Изучая дневники Васильева, мы как раз читали о том, что одной из самых сложных задач было сохранять уверенность. Потому что он был главным в группе. И у него, конечно, были сомнения. У него была усталость физическая. Была паника при столкновении с опасностью. Сомнения, бесконечные сомнения. Но, тем не менее, он не позволял себе этого делать. Он не позволял себе это проявлять. Когда в трещину упал, не было никакой паники. Это вот все в дневниках у него написано. Причем паниковали даже матросы, которые были в его команде. Они просто растерялись. А что делать-то? Можно сказать, командир, начальник в трещине. Все, там, руки, ноги все опускается. Слабость. А он же сохранил ясность ума. И говорил. Тут на это в Бразилии, это документальный фильм. Говорил, что делать. И матросы слушались, выполняли четкую команду. И вот с совместным трудом мы вытащили его из трещины. Михаил, у вас уже был опыт работы на съемочной площадке. Но тогда вы выступали в качестве второго режиссера. Считается, что это более такая техническая, скажем так, организационная работа. Не страшно ли теперь в режиссерское кресло садиться, отвечать за весь съемочный процесс? Ну как, работа второго режиссера, это, с одной стороны, да, техническая. А с другой, второй режиссер, это кто это? Первый после режиссера-постановщика. Режиссер мой друг, Денис Селяков. Мы вместе учились во ВГИКе. И вот он решился на такой отчаянный шаг снимать на туру. Не где-нибудь, как обычно делают кино, например, Шпицберген. Если получится, конечно, мы будем рады снимать вот там. Но это вряд ли, потому что это дорого. Подожди, в советское время, например, трех мушкетеров снимали, где Париж был? Во Львове. Потому что приближенная, и в Таллине, кстати говоря, максимально приближенная натура. Поэтому где у нас кунашир? На кунашире. То же самое, там такая история, что отдаленный остров, и там вот все это происходит. И Денис выбрал его, выбрал, там действительно очень фактурно, красивая природа, тайга и океан. Люди прекрасные. Ну и в целом натура соответствовала замыслу режиссера. Хотя можно было бы выбрать там, ну, хотя бы Карелию, там, или еще поближе, что называется. Но нет. Вот, потом как, ну, там была приглашенная звезда, Татьяна Догилева, она говорила, ребята, ну, идиоты. Так вот и говорил, зачем, зачем, просто не укладывался в голове, зачем вы вообще сюда вот поперлись. Там и дорогие билеты, вся эта организация там, проживание, питание, все-таки остров, это не материк. Там сложности с доставкой всего, и оборудование, начинает оборудование, заканчивая гречкой. Ну вот, она удивлялась как-то, зачем, вот все, возьмите на Селегере на том же, снимите там кучу этих островов, и там будет удаленный остров. Кинематограф, гречка. Ну, нет, вот, поехали, безумно счастливы. Действительно, там очень много было организационной работы, приходилось, чтобы вот там доставить, например, людей в точку съемки. Приходилось задействовать там и корабли погранцов, и частные какие-то машины, и тягачи, вертолетов вот только не было. Ну, очень много было сил задействовать, но все получалось, все прошло прекрасно, люди, местные жители помогали. Ну, плюс я еще, да, вот там Денис позволил мне снять пару сцен, и надеюсь, они войдут в фильм. Вот, причем достались такие достаточно суровые, мы на корабле во время шторма, в основном, отказал, экран на камере, монитор. Снимали, можно сказать, так вот, поставили камеру, сразу, то есть как театральным способом. Вот, есть, не было возможности посмотреть, а что же мы там снимем, обычно как это снимешь, посмотришь, если все по плану идет. Ну, естественно, внештатная ситуация. Вот пришлось так вот, сходу. Ну, надеюсь, что все удалось, все прекрасно. Потом мы снимали здесь, в Рязани, я убедил Дениса приехать сюда, мы сняли большой ангар, 40 квадратных метров, построили там декорации, и вот все интерьерные съемки этого фильма, фильм называется «Устерфрикотта». Мы снимали здесь, в Рязани, Татьяна Догилева, Георгий Иосифович Назаренко, наши звезды, они тоже приезжают сюда. То есть к новому фильму «Архипелаг» вы уже подойдете во всеоружие с командой и представлением о тех локациях, которые у вас будут новых? Ну, хотелось бы, да, надеюсь, что команду утвердят, и локации, отобранные мною, тоже, надеюсь, будут приняты. Ну, я буду наставить, конечно, на Шпицбергене, потому что такой натуры нигде больше нет. Это точно. Арктика, она там вот весь дух, все там, но это сложно, конечно, постараемся. А один из вариантов еще, может быть, Мурманской области. Ну, Кольский полуостров. Там тоже очень похожее. Но в любом случае, это экспедиция, это выезд, это сложно. Светлана, вы как сценарист будете присутствовать на площадке? Я знаю, что в голливудских фильмах есть такая практика. Затем, чтобы актеры правильно произносили текст, следит на площадке специальный человек, скрипт-супервайзер. А сценарист на площадке может находиться, но, как показывает практика, лучше ему этого не делать, потому что все друг другу мешают. Работа сценариста заканчивается, как только фильм запускается в производстве. Ну, просто если вдруг импровизация, придется переписывать какие-то диалоги или сцену. Как говорил Марк Твен, на каждую импровизацию уходит примерно полторы недели. Поэтому, если актер планирует какую-то импровизацию, то он должен обсудить ее с режиссером. И если режиссер позволяет ему, а режиссер действует совместно с продюсером, максимально приближенно к киносценарию, то тогда, конечно, да. То есть, на самом деле, в кино нет случайностей. Мы же тоже не в прямом эфире работаем. Можно камеру выключить и сказать актеру. Все, что ты думаешь по поводу его импровизации. Там такие порой страсти кипят, а на площадке – любовь. Да. Ну, говорят еще, что ссорятся все со всеми, кроме исполнительниц главных женских ролей, с операторами. Иначе плохо снимают. Конечно. Нос, может быть, длиннее. Усы могут быть. Это как маленькая месть. Промерены два побольше. Но все у нас не в нашем фильме. У нас все будет хорошо. На каком этапе сейчас находится работа над картиной? Сейчас мы как раз завершающую редакцию проводим сценарием. Потому что попросили внести определенные корректировки. Там мы использовали белых медведей. Их, может, все-таки оставим? На белых медведей сказали не использовать. Потому что компьютерная графика – это дорого. И поэтому теперь убираются шероховатости, подгоняются под бюджет. Любовную линию редактируем. Потому что нам сказали ее усилить. Любовную линию нужно усилить. И, скажем вам… Мотивации главных героев четче прописываются. Характеры более понятными делаются. Ну, финальное редактирование. И даже мы вводим иностранную линию, потому что говорят, что в съемках нашего фильма хотят принять участие шведская команда. Это никому вообще нельзя рассказывать. Ну, и, конечно, самый главный вопрос – когда бежать в кинотеатры, чтобы посмотреть вашу картина? Ну, непростая история с прокатом. Ну, кинотеатров тоже есть свой план. А картины все больше и больше. Поэтому посмотрим. Хотелось бы, да, вот к концу 2019 года. Ну, начало 2020. Так и будет. О том, там как пойдет. Там как пойдет, да. То, может, как оно европейский прокат. Фестиваль. Я уверена, что у вас все получится. Мы даже не сомневаемся. Спасибо вам. Спасибо большое за интересную беседу, что нашли время прийти в нашу студию. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас были авторы нового фильма «Архипелаг». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова